добрый день ирина николаевна добрый день вы просмотрели мой ролик но его оказалось недостаточно и мы сейчас вместе по шагам выполнил задачу которую вы мне озвучили создание теста типа множественный выбор четырьмя вариантами отмет ответов с одним правильным с перемешиванием возможно с ограничением и без ограничения времени и так приступаем добавить элемент или ресурс как обычно и выбираем есть элемент под названием тест не будем рассматривать его инструкцию там все хорошо расписано но лучше показать по времени эта задача может занять где-то 10 минут поле названия как обычно даем название теста например я тут только пример привожу и не привязываюсь к вашей задаче хорошо хорошо если у меня есть категории название теста это формулировка вопроса или что это обозначает создадим по названию как это название категория у вас курсе есть категории да здорово сейчас сейчас скажу так тогда сразу смотрю развернуть все вот это вот удобно все настройки развернуть и сразу перехожу категории вот ну вас здесь нет в этом курсе категории нет поэтому уточните ваш вопрос без категории что обозначает категория тогда у меня есть темы в каждой теме каждой теме привязаны вопросы эти темы есть категории хорошо то очень важный вопрос особенно при реализации больно рейтинговой накопительной системы а также решение задач геймификации когда оценки не просто выстраиваются столбиком но и группируется по модулям например модуль включая два месяца обучения курсе два модуля по по контрольным точкам например . это все что сделано за месяц или по темам данном случае по умолчанию модул не знает какие у вас есть категории поэтому мы их не видим если мы их создаем но это другая задачка работа почему он не видит у меня есть тема уже одна там загружена в культурологии предмете культурология культурология да у меня загружена одна тема тема загружена на категории в оценках вы не создавали если открыть эту ссылочку оценки то мы увидим мы не должны путать темы и категории мы там мы увидим что тут пусто так как откроется никаких а что такое вот это вот за ссылка это ссылка на первоисточник вижу это это дома это письменное задание которое выставляется оценка но категории здесь нет если же вы захотите сделать некое дробление оценок по группам или группировку то необходимо открыть настройку надо открыть вот эту настройку категории и элементов по умолчанию модул их не имеет потому что он не знает что хочет преподавать он просто будет накапливать все виды заданий том числе теста в виде простого столбика и будет только одна оценка оценка за курс но если вы захотите добавить категорию кстати я вот вижу сейчас отображается бердяев психология работы с первоисточником стоит сто процентов хотя я ставила 10 100 баллов хотя я володец и вообще вот это вот управление системами оценивания отдельно поговорить отдельно это достаточно сложно можно можно ничего не делать не менять и все будет работать давайте как бы поступим методически сейчас закончим эти настройки мы всегда можем корректировать пример тест по теме один во вступлении можно ничего не писать эта галочка вам уже знакома она показывает или не показывает текст на странице курса начала тестирования можно задать очень удобно включать именно тогда когда пройдет какой-то момент то же самое и окончание выключать не все это используют поэтому мы это пропускаем очень важно методический момент ограничение по времени скажу из опыта что на такого типа задания как как вы говорите по гуманитарным дисциплинам не математическим не техническим где-то две минуты на одно задание можно включать чтобы он успевал кто какой-то он выполнит быстрее другой медленней но если не включать ничего страшно тогда я бы называл за тренажером когда он не спеша тренируется при истечении времени вот это если мы включаем включить если время закончилось то первый вариант он сам мудл закрывает страничку тестирования то что он успел то и успел вот здесь есть три варианта льготный период никаких ответов в общем это связано именно со временем вот здесь можно прочитать подробнее что это означает далее льготный период отправки это тоже связано со временем пока пропускаем категорию пропускаем мы поняли что если у вас будут категории модуль 1 модуль 2 кстати а вы хотите эти модули реально применять да тогда надо скажу сразу прежде чем это обсуждать лучше бы составить на разбаловку так называемую мы сразу я реализую практически иначе я буду рассказывать а потом особо придется и делать лучше сразу конкретному примеру обратиться как это делается хорошо хорошо могу сразу сразу делать у меня есть это разбаловка например у меня есть у меня есть 137 вопросов которые уже размещены по темам у меня есть файл конкретно уже у меня открыт и известно ли стоимость каждого из этих вопросов один балл один балл один вопрос один вопрос понятно сколько тем тем 9 но там вопросов больше нет конечно так вот чтобы прямо модуль на еще нет не разбитую по темам они разбиты это ваше право вы можете по модулям не разбивать по темам а что это дает сразу скажу что завели разговор вы можете сказать я не допускаю к зачету тех кто по каждой теме не наберет хотя бы минимум не надо не обязательно мне от вас сто процентов но будьте любезны что по всем темам был минимум это хорошее правило у меня там другая немножко логика я эти темы веду по времени определенно например сдается такая эта тема потом сдается такая эта тема потом сдается такая эта тема то есть я не все темы допускаю сразу я допускаю сразу ноль то есть тормоз знаю а где газ не знаю или наоборот это опасный человек поэтому тут можно по-разному рассуждать это и это будет разный результат но не будем пока тоже вдаваться это интересная тема метод оценивания добрые преподаватели выставляют высшую более требовательные последнюю или последнюю попытку некоторые берут среднюю оценку но самые добрые берут высшую оценку то есть если он сначала получил пятерку потом получил четверку потом решил повысить получил трояк у него итоговая будет четверка тоже связано со стратегией оценки порядок вопросов случайное перемешивание как правило выбирается хотя по умолчанию стоит так как вы ведете каждый новый вопрос это связано с интерфейсом я люблю чтобы были все вопросы сразу на одной странице если вопросов ну где-то 10-15 если их 80 тогда начинаю их распределять где-то по 10 вопросов на странице это технически так удобно свойства вопроса случайные понятно хотя можно сделать и не случайные по умолчанию режим поведения отложенный отзыв есть очень хитроумные варианты но наиболее простой отложенный отзыв это как только прошел ответ сразу тест тут же получил оценку после просмотра добрые преподаватели показывают правильный ответ или нет более строгие не показывают они пишут ну баллов вот баллы студенты видят а где правильный неправильный не показывают отзывы мы пока не знаем что такое отзыв я чуть позже расскажу или скажу сейчас отзыв это пожелание спасибо за правильный ответ или вы плохо подготовили теоретический материал то есть не просто пишет балл но еще какой-то текст дополнительный пишет есть еще и общий отзыв его можно не писать правильный ответ добрые преподаватели включат пусть посмотрят но тогда они все до зачета если это тренажер придут подготовлены если это домашнее задание в виде тренажера то не надо им показывать правильный ответ на итоговом зачете если это итоговый вот все после него ничего уже не делается вот там можно включить вот там можно пусть он увидит свои ошибки но исправить свою оценку он уже не должен иначе смысл ночью он скопирует сфотографирует запомнит правильные ответы и не читая лекции просто выполнит тест на отлично еще есть итоговый отзыв тесту мы сейчас тоже поймем причем вот эти вот мощные учебные информационные настройки просмотра могут быть после попытки в то время пока тест открыт вы там видели вверху начало и окончание доступа вот в период доступа или в период после окончания доступа когда уже все ничего делать нельзя тогда будут видны эти моменты очень добрая система требующая так вот посидеть посмотреть что то написано если вы хотите спросить вы можете это сделать сейчас десятичные баллы по умолчанию в сотых лучше в единицах но если поставим 0 он будет округлять по правилам арифметики в большую сторону можно оставить оценку за тестирование до одной десятой новая настройка чтобы повторить попытку теста необходимо получить оценку меньше чем установленное количество баллов редко используется но такая возможность есть например запретить попытку тестирования если он набрал больше восьмидесяти баллов не надо тратить время получил восемьдесят достаточно еще одна настройка так можно установить пароль например вы тест создали но хотите применить его только на зачете и только в этом компьютерном классе и только тем кто придет на зачет остальные вы можете говорить зачет начинаем открыть всем тест пароль раз два три те кто пришли они его знают это это значит что если какие-то есть хитрецы которые используют друзей которые дома за них проходят тест а мобильные разговоры запрещены то они не смогут ничем помочь и обхитрить вот такой пароль можно задавать те кто услышал в аудитории да конечно они могут передать его там каким-то смс или еще каким-то способом ну тут преподаватель должен следить никогда не использовал пароль сетевой адрес если вы проводите тестирование конкретной аудитории вы задаете диапазон адресов айпи которые применимы именно к этому корпусу к этому классу это знает любой технический сотрудник университета сюда вводится этот диапазон адресов и только с этого компьютерного класса можно проходить ваше тестирование еще одна хитрость так эта хитрость придумана западными педагогами еще можно вводить ограничения между первой и второй попытками ну чтобы он не гнал например мог вы говорите вот нужно 30 минут почитать ну система говорит 30 минут почитай подготовься потом только можно начинать мудл напишет что время еще не прошло это первая попытка для последующих можно другие интервалы задавать например уже говорите если ты не сдал тест со второй попытки пока не пройдет один час нечего туда идти а может и день а может и неделю пусть пусть ходит и страдает и готовится они нажимают бездумно кнопки безопасность браузера для того чтобы они не могли скопировать ваши задания и вставить поисковую систему они тоже хитро они могут скопировать пойти в google или в яндекс вставить и разыскать вот мудл может защищать через вот такую настойку и а это мы уже просмотрели дальше идет итоговый отзыв который можно сейчас не рассматривать например при получении восьмидесяти и более балла в процентах вы пишете ему компьютер пишет ему ваш текст блестящий результат но можно этого и не делать все и так будет работать поэтому мы не будем сейчас на это тратить время это уже относится к мастерам к высшему пилотажу итоговая оценка и без этих комментариев можно написать здесь отлично хорошо какие-то другие градации добавить еще тонкие на западе любят самые тонкие не пятибальные там двадцатибальные тонкие градации любят водить на это поле слышите да это поле позволяет скрыть например вы не хотите чтобы они видели какое-то время вы еще не приготовили кстати вот можно его и скрыть вы будете видеть они не ограничить доступ здесь можно вы уже знаете настройку например пока он не получит оценку за форум его не пускать не будем сейчас это тоже высший пилотаж можно для каких-то отдельных групп вводить допустим только для заочников если вводите группы то тогда еще можно и потоки но у вас потоков тоже нет ну например потоки из нескольких групп у вас две группы заочников формируют поток заочников оставляем это все в равном положении и начинаем сохранить и показать это мы только настроечки мы еще тест не начали делать он у нас сейчас пуст в нем ничего нет ни одного вопроса нет поэтому нам предлагается редактировать тест если бы там были бы тесты то уже можно было бы проходить редактировать тест и вот здесь начинается сложность нужно понять что можно добавить тест можно добавить вопросы по умолчанию здесь 10 баллов но самих вопросов еще нет вот тут малозаметная кнопочка добавить и тут варианты новый вопрос из банка вопросов и случайно банк у нас пустой можно наверное перейти сразу к новому вопросу а можно если грамотно подходить посмотреть вот на эту группу настроек банк вопросов то многие преподаватели не обращают внимание когда у них всего один тест но если таких тем с тестами много вот тут начинается проблема они не должны перемешиваться вопрос из разных тем поэтому для разных тем создаются категории для первой темы первая категория свои вопросы для второй другие вопросы но преподаватель может на зачет или экзамен выбрать сделать выборку из всех тем определенного количества вопросов и выставить им в случайном порядке будет здорово поэтому надо наверное рассмотреть как работает с категориями да у меня как раз по категориям разделены и я потом методом случайного набора делаю экзаменационный безотчетный вариант тогда мы еще не создали проще создать вопрос чем вот понять как это все настраивается давайте все таки поймем как это настраивается уже прошло 25 минут мы все еще только настройки но зато это будет по-настоящему нажимаем категории вот я открываю их в отдельной вкладке чтобы это не забыть появляется вот такое вот окно да тяжелое получается наука по тестированию тяжелое но я скажу по времени если вы ведете это не один год тогда это выгодно на следующий год вы уже не будете столько тратить силы будете отдыхать и так по умолчанию он создал тест по теме 1 вот как я создал тест по теме 1 так он эту категорию и создал есть и другие темы кстати видно что в них количество вопросов равно нулю то есть он автоматически эти категории создал давайте мы вот откроем теперь мы можем вопрос да вот здесь сейчас мы видим категории вопросов тест по теме 1 я уже вот посмотрев видео создала две вот получается не категории а темы да это я создала культуры и российский тип культуры извините то есть получается так что в категории я создала просто темы вы создали темы а где первая тема ну вот глобализация культуры российский тип культуры это я пока просто это не все темы не по всему курсу это просто а вы умеете создавать категории значит у нас вот это первая тема да нет это вторая тема а первая где российский тип культуры будет но это не первая это вообще восьмая а это девятая Я уже курс прошла, я просто последние темы хочу дать им как раз в тестировании. Так, теперь надо нам... Курс не собран, просто собрана одна пока тоже. Хорошо, где этот тест? Я его назвал по теме 1, на самом деле он не по теме 1. Он по теме 8. Он по теме 8. А где тема 8? Вот эта? Да. Ну, давайте тогда ее... Чтобы потом не запутаться, мы ее сразу и номер ей присвоим. 8. 8. Вот. Не против, если мы так назовем. 8 это название темы. И все. И сохранить. И вот в этой теме 8 мы начинаем создавать наши вопросы. Мы создадим 1, потому что все остальные будут строиться одинаково. Мы открываем эту тему 8. Не вижу. А, вот она. Мы открываем. Щелкаем по ее названию. И ничего не делаем. Она нам показывает режим редактирования. Мы нажимаем вопросы. Вот это немножко сложно. Вот на этом я остановилась. То есть, до этого места я сделала. Многие начинают делать вопросы. Вот видите, я сейчас вижу предложение создать вопрос. Но поскольку я тему 8 предварительно открыл, он мне эту категорию показывает как текущую. Если у меня будет большие категории, то я могу выбирать. То есть, методически сначала надо создать категории вопросов, потом в них задать эти тесты. С тестом 1 мы сейчас разберемся. Мы его переименуем в тест под теми 8, скорее всего. Правильно? Я пока не совсем понимаю вот в этих категориях, потому что вот 8 российский тип культуры. Уже стоит. Да. Это просто тема, а мне нужна категория или я не понимаю? Да, да. Хорошо, что вы спрашиваете. Вы не должны путаться в таких вещах, как название темы. Это то, что видит студент у себя на страничке курса. Другое, следующее понятие. Это название категории для тестов. Их создает преподаватель. Вручную, заранее. Вот вы создали две категории. Восьмая, российский тип культуры и без номера глобализация культуры. Девятая будет, да, глобализация. Вот, вот это вот вы создаете заранее, это понятие категория в базе тестовых заданий. Еще есть третье понятие категория в оценках. Тоже категория, но с другим смыслом. Где оценки группируются по каким-то категориям. Вот тут действительно возникает путаница. Есть еще четвертый термин категория, когда курсы, онлайн курсы распределяются по категориям. Вот ваш курс культурология лежит в категории вот этой. Естественно, возникают проблемы. Тут надо запомнить, себе договориться, что есть разные смыслы в слове категория. Когда мы говорим о тестовых заданиях, мы должны понимать, что в тестовых базах все вопросы, тестовые задания группируются по категориям. Можно, конечно, их валить одним большим потоком, но потом будут проблемы. Когда вы будете искать вопросы для темы 8, вы будете испытывать трудности. Но давайте мы сейчас технически начнем, а логически вы поймете. Вот преподаватель выбрал категорию, которую он создал. И наконец-то создает новый вопрос. Вот это, пожалуй, повеселее и попроще. Из опыта это очень легко делается. Вот ваш множественный выбор, ваша задача. Он выбирает один или несколько правильных. Вот дальше идет легко. Все преподаватели это быстро запоминают. Дальше у меня сейчас нет образца вашего вопроса. Может быть, вы в скайпе или куда-нибудь. Есть у вас под рукой вопросы? Я могу продиктовать один вопрос. Ну, лучше вставьте его в скайп, если можете. Сейчас я вставлю. Так, скайп. Что видите, скайп. Вы диктуете, как вам? Надо надо побыстрее. Сейчас я просто не вижу чат опять. Где, вот он, чат. Так. Дерге, скопируйте, а в чат вставки. Вставила. И Enter. Все. Тема. Это название вопроса? Мне нужно название? Нет, нет, нет. 114, 115, 116. Это вопрос. Сам вопрос уже. Тема это... А, вы уже вставили. А, вот я вижу. Хорошо, понял. Вы все вставили, да? Нет, не все три вопроса. Просто у меня на страничке было три. И я скопировала. Так. Номер вопроса, наверное, нам... Нам не нужен, да, номер вопроса. Наверное, не нужен. Вот. Запускаю. Название вопроса вставляется, пишется очень легко. Текст вопроса повторяется. Повторяется. В названии вопроса мы будем видеть в базе данных заголовки вопроса. Возможно, весь вопрос и не войдет, не пугайтесь. Главное, чтобы здесь все разместилось. Балл по умолчанию, единичка. То есть все вопросы по важности равнозначны. Общий отзыв к вопросу. Необязательное поле. Можно написать. Вы хорошо. Общий отзыв. Это не оценка, это отзыв. Здесь можно написать. Атрибуты российского... Знания атрибутов российской культуры важны для каждого человека. Вот эта банальная фраза может и отсутствовать. Но когда обучаемый будет видеть ваши отзывы, получается больше интерактив. За каждое действие он больше получает от вашего воздействия. Один ответ или несколько? Тут понятно. Здесь у вас... А какой? Один? Правильно. Да, больше? Один здесь будет. Здесь я копирую правильный вариант. Случайный порядок уже выстроен, но можно его убрать. Вот этого занудно не нумеровать. Он будет предлагать их нумеровать, литировать А, Б, С или первый, второй. Хотя можно ничего не делать, но я стараюсь убирать лишнее. И вот пошел первый вариант ответа. Очень просто. Это правильно или нет? Нет. Тогда пусто. Идем в следующий. Иррационализм, прагматизм. Это правильный вариант? Нет, последний правильный. Здесь надо переформулировать сам вопрос, уточнить, что это подвердеем. Хорошо, а то вы можете потом сделать. Все там корректируется. То есть здесь очень легко обычно все делается. Никаких трудностей ни у кого не возникает. И вот главное указать правильный вариант ответа. Четвертый. Что это 100% правильный ответ. Все. Ну можно конечно вам рассказать, что сюда можно вставить картинку, смайлик, видео. Чтобы красивее было. Можно даже и текст покрупнее сделать. Но для начала и так хорошо. Не тратя время на красоты. И если мы... Мы можем добавить число вариантов ответов, если нам не хватает. Но у нас всего 4. И в принципе все это можно пропустить. Вот он по умолчанию сам пишет отзыв. Его можно исправить. Сохранить. То мы получим первую позицию в базе данных вопросов. Вот этот. Все. Вот у нас есть первый вопрос. Дальше вы продолжаете его пополнять самостоятельно. Но это еще только вопросы в базе. В самом тесте их еще нет. Значит мы должны... Мы уже уловили, что мы вопросы создаем по категориям. И только потом мы начинаем наполнять вопросы в тестах. А сейчас я расскажу эту последнюю часть. Но вот здесь очень важно следующее. Вот эти кнопочки. Нужно всегда, особенно поначалу, смотреть, что мы создали. Проверять. Вот эта лупа. Она показывает то, что увидит студент. Тут, кстати, еще с атрибутами уверенности. Это прогрессивная технология, когда он не просто выбирает какой-то вариант. Он еще выражает уверенность или неуверенность. И чем выше его уверенность, тем... Ой, извините, на паузу нажму. Я не знаю, как вам это нравится и понятно или нет, но студентам будет понятно. Потому что тут есть подсказка. Я думаю, что нам это нужно сейчас. Я думаю, вот это вот оставит. Но здесь можно проверить. Вот выбирает студент этот ответ. Нажимает, отправить и завершит. И видит, как будет... Преподаватель видит, что если он ответил правильно, галочка поставится. Комментарий пропишется. Комментарий как правильно. Еще и текстово напишется. То есть задание сделано правильно. Кроме того, можно этот вопрос удалить. Дублировать. Очень хороший прием. Один раз отработать шаблон и дублировать или изменить. Вот сейчас, когда будете, следующий вопрос подготовить. Я бы на вашем месте сделал его дубликат. Их будет сейчас два. И вот эту вторую... Вот этот дубликат, вот он. Видно, что это первая версия. Его можно... Так, его... А, извините. К нему добавилось слово копия. Его можно редактировать. Это сохраняет время. Проще... Брать и редактировать. Это экономия времени. Например, для русского культурного архетипа характерно. Скопировать. Вставить в заголовок. Выделить все. Вставить. То же самое. Вставить. Ну и так далее. При этом категория остается нужная. Вот здесь эта категория. Если вы хотите ее в другую категорию ставить, вы можете эту галочку снять и выбрать другую. Ну, это нам делать. Ну и дальше все как то же самое делаете. Теперь мы вернулись к нашему начальному шагу. Мы создали тест. И мы хотим наполнять его. И мы уже работаем с банком. Не создаем общим валом эти вопросы. Мы работаем с банком. Мы открываем банк вопросов. Мы видим... Мы видим... Что-то мы ничего не видим. Мы потому что в другой теме были. Нет, это не имеет значения. А, понял. Надо же обновить. Это было старое. Я обновлю страничку. Вот теперь мы очень удобно работаем с базой. Где вопросы все распределены по темам. Методически было бы правильнее начать не создание теста, а создание банка вопросов. Добавить из банка вопросов. И мы видим... Вот. Уже банк выглядит более цивилизованно. Мы видим тема 8. Видим сколько в ней вопросов. То есть мы выбираем эту категорию из банка. Выбираем. Не важно что там один. Мы видим этот вопрос, который мы можем отметить. Если их там много... Ирина Николаевна, много вопросов идет. Мы можем из этой категории все выбрать. Нажать на галочку, они все выберутся. И все вопросы из этой категории добавим в тест. Представим себе, что там их не один, а много. Все. Теперь в нашем тесте имеются... Сейчас он так родит. Имеются все вопросы из категории. Мы опять же можем их посмотреть через просмотр этого лупа. Мы можем удалить. Мы можем изменить вес или значимость этого вопроса. Нажать здесь по карандашику и изменить. Например, это вопрос дорогой. За него 5 баллов и нажать Enter. Или наоборот... Единичный... По карандашику. Единичный вес. Все. Вот это вот все наши вопросы, которые будут в этом тесте. Задача в принципе решена. Но мне не нравится, что он взял вопросы из темы 8. Называется тема 1. Это надо... Сделаем мы вот так. Зайдем снова на страничку курса. Сделаем это очень быстро. Где эти тесты отображаются? Вот этот тест... Студент их где видит? Вот студент видит их здесь. Ну, правда, он сейчас серый, потому что мы его при создании нажали галочку скрыть. Вы видите, он еще нет. Вот так вот мы можем его по карандашикам переименовать. Тема 8. Enter. Мы должны его переместить. Мы можем нажать под перекрестки. Появится вот такое меню. И мы вот в тему 8 его раз и переместили. Вот. Он теперь у нас расположен в теме 8. Имеет название тест по теме 8. Еще бы желательно его вот так вот опустить. Опустить пониже. Не хочет. Вот он переместился. Так, а если у меня их там 15 или 20, как они будут отображаться? Тесты? Они. Да. Вот где вы... Например, по теме, по этой теме 10 тестов. Вот по этой теме... 10 вопросов не тестов, а 10 вопросов тестов. Значит, да, вот это вот базовое понятие. Вот это называется тест. Он у вас один в этой теме. Он состоит из тестовых заданий. Их может быть сколько угодно. Когда вы сказали 10, значит 10. Чтобы там их было 10, вы заходите в базу. Банк вопросов? Да. Банк вопросов. Открываете нужную категорию. Туда добавляете нужное количество тестовых заданий или вопросов. Это синонимы. А потом в режиме редактирования теста открываете его. Редактировать. Нет, неправильно, извините. Вы просто его открываете. Он открывается. Тест. Вот уже видно, что он работающий. Так. Сейчас он загрузится. Редактировать тест. Не настройки, что было в начале, а то, что в нем внутри. Вот тут тоже небольшая путаница. Вот. И вы недовольны тем, что у вас мало их. Вы их добавляете. Добавляете. Вот. Те же известным образом. Из банка вопросов. Значит. Было бы неправильно не сказать про максимальную оценку. По умолчанию он ставит 10. Какое вы поставите, вот это вам принимать решение. У вас там сколько там? 12 тем? Или сколько? 10? Сейчас не могу сказать точно. Вот если у вас 10 тем, и кроме тестов у вас ничего нет, хотя у вас еще есть домашнее задание в виде файла, то вам надо сесть и подумать, сколько баллов из 100 уйдет на домашнее письменное задание. Сколько баллов распределить по этим темам? Ну, наверное, из 100 отнять стоимость домашнего задания, а потом разделить на количество тем. Может быть, у вас получится цифра 8. Все тесты, они максимум 8. И он будет восьмерким отничником выставлять. Ну, это уже у нас пошло. Бально рейтинговая система. Можно поставить классическую пятерку. И вот так сохранить. Он будет, не важно сколько там вопросов, 1, 100, 12. Он по пятибалльной шкале всех будет оценивать. Он сам посчитает пятибалль. Еще и с десятыми долями. Фух, ну как, Ирина Николаевна? 40 минут. У меня просто сразу возникает много вопросов. Во-первых, у меня 4 группы, которые я хочу прокрутить. Вот две темы у меня остались, я их не успеваю вычитывать. И, вернее, ну не вычитывать, я делаю специальное практическое занятие для тестирования. Тестирование мы не успеваем сделать, и я его хочу вынести вот как раз в эту систему и пригласить их сюда протестироваться. Да. Но у меня 4 группы. Во-первых, как я, как сделать так, чтобы я их сразу по группам разбила, что я знаю, что это студент вот этой группы, потому что их очень много. А второе, например, ну один сделал, он сразу видит правильные ответы, ему сразу выдаются правильные ответы, а остальные просто будут его копировать. Как будут его? Уточните, я что-то вопрос не понял. Ну, один студент сделал, они же общаются каждый день, да, один студент сделал, у него сразу видны все правильные ответы. Да, да, да. Ну, можно их и не поднять. Он сразу, он на следующий день пришел и всем сказал, всем сказал, там всего 10 вопросов, вот ставьте туда, туда и туда. Не, не, не. Во-первых, в настройках теста убрать галочку, показывает правильный вариант. То есть он видит, что он набрал 70 баллов, но где он правильно ответил, он не увидит. Ему нечего будет рассказывать. Он скажет, я сам не понял, где я ошибся. Система не покажет ему. Это вот тут настройка, давайте еще раз их откроем. Нет, я помню, где, я знаю, что это в настройках. Да, и ему нечего будет рассказывать. Они спросят, как ты отвечал? А, они могут сказать ему, как ты отвечал? Я отвечал вот так. И что? Он скажет, я не знаю, я правильно ответил или неправильно. Это вот в настройках просмотра. Вот. Потом, конечно, я, например, пока не усвоила оценки. Правильный ли ответ или неправильно. Вот эти галочки снимаются. Все. Он видит, что получил общий итоговый балл. Сейчас грузится у меня. А где он ошибся, он не видит. И отзывы убрать, и правильные ответы, и отзыв к тесту. Все это убирается, как на ЕГЭ. Как потом это настраивается? Вот я сейчас, вот. Пройдет неделя, например, и я могу их пригласить, посмотреть, что правильно, а что неправильно. Ну. Или как? Или это невозможно? Нет, кстати, вот вы можете, вы видите все. Вы видите все. Вот они проходят из тернии, вы можете потом провести разбор. И сказать, хуже всего было выполнено вот это задание. Вот смотрим. Мудл не просто показывает вам оценки, он еще даст аналитику. В каких вопросах у них было лучше, в каких хуже. Вы можете проводить анализ за всю группу. Говорите, вот я сейчас говорю, вся группа хуже всего знает этот вопрос. Или разберу, как отвечал Вася Петров. Вот на первом, по первому вопросу, по второму, по третьему. Значит, вот сейчас они ничего не увидят, кроме итогового балла. То, что вы хотите. Если я сейчас сохраню, то все. Ничего студент не увидит. Это мы можем даже показать практически. Вот. Высшая оценка понятна. Никакого времени нет. Понятно. Как студент сюда заходит и как начинать тестировать? Вот я уже нашел, начал за студента. Вот он выбирает вариант ответа. Вы можете ходить по рядам, если у вас там компьютерный класс. Видите, что это он тестируется, а не кто-то. Вместо него каждый проходит сам. нажимает далее. Это сейчас в роли студентов. И ему предлагается вариант вернуться попытки или завершить. Завершить. Я все ответил. Мудулоу переспросит. Вы уверены? Да, уверен. Он вежливо спрашивает. Потому, что это его судьба. Может быть, еще и финансы могут его очистить. Все. он видит результат. Он получил 1 балл. А, нет. Так, что, что, что он получил? Что он тут получил? 1 балл из 5. Да, он получил 1 балл из 5. Выше 5 из 5. пока пока что он плохо ответил. И ничего. Все. Он не видит, где он ошибся. Вы запретили ему. Если он проходит тест заново, например, это у него тренажер, и в настройках никаких ограничений нет, вот он опять начинает тыкать, тыкать, куда попало. Сейчас загрузится. Начинает далее. завершить. Да, 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 вот, Moodle переспрашивает. Что-то будет быстрее. Сейчас Skype тормозит. Мы по Skype кучу. Так, здесь 0 балл. Подождите, я что-то вас запутал. Первая попытка, он получил 1 балл, потому что там был один опрос, вот 1 балл он и получил. И получил за это оценку 5. Я неправильно скажу. Вторая вот эта попытка, он 0 баллов получил и оценку 0. Ну и так далее он может проходить. Понимаете? Я понимаю, пока я последовательность не понимаю. То есть, как он заходит, как он это видит, как он это представляет, как это я проверяю, где я это вижу, я пока это не понимаю. Вы ничего. Оценку ставит ему компьютер. Про организацию сейчас поговорим. Вот его курс. В этом курсе одна тема, вот он тест видит. Чтобы пройти тест, ему нужно просто нажать на тест. Да. Как на ЕГЭ открывает ссылку с названием теста. Видит свои попытки. Видит, что у него никаких ограничений нет, хоть миллион раз проходит. Нет, ему я как раз дам одну попытку. Я студентам даю. Тогда меняем настройки. Просто это будет сразу контролировать. У них до этого есть лекция, до этого есть еще чего-то. Столько много всего. Там вопросы простейшие. Тогда где-то будет проходить в компьютерном классе? Нет, нет, я хочу домой дать. Домой. Тогда чтобы они каждый зашли на своем компьютере это сделали. У кого нет такой возможности, я что-нибудь придумаю. Есть у них возможность, это можно делать даже на смартфоне. Тогда сразу давайте поставьте им время по две минуты на вопрос. Нет, время я как раз ограничивать не хочу. Тогда они будут созваниваться и говорить ты что ответил? Я вот так, ну и я вот так. Или скажут, ну-ка ты прочитай нам лекцию и будешь всем рассказывать правильный вариант. Не знаю. Потом по времени надо бы ограничить. Иначе это будет вечная у них сдача. А я не успел. Вот написано до определенной даты. Это я поставлю, я сейчас пока точно не знаю. поставлю. Время все-таки включить. Дальше тут больше ничего. А где количество? А! Число попыток. Все. Одна попытка. И никаких. И никаких вариантов. Тут больше тут они видят только баллы. Свои ошибки они не видят. И все. И все. Сохранить и показать. И он уже вот после я нажму обновление. Он пройти больше не сможет никогда. Пока вы не удалите. Теперь теперь вот видите попыток одна. Все. Теперь результаты. Вот они результаты. но там никого нет. Смотреть нечего. Но тем не менее попытаемся посмотреть. Оценки, ответы, статистика. Нету студентов. Если бы были. Тут такая богатая аналитика. Вы видите все. Жалко тут никого нет. и средний балл по всей группе. И даже диаграмму цветную. Гистограмму. Видите кто закончил кто не закончил. Бывает такое. Поскольку на странице человек показывает ли баллы. Показать всех или не всех. Кто имеет попытки или кто не имеет. Аналитика полная. и в том числе статистика по каждому тестовому вопросу. Вы говорите вот вы все хорошо молодцы там решали. Но вот три вопроса у вас идут хуже всего. И вы только на них концентрируете внимание. Если хотите. Вы хотите им дать домашнее задание на дом. Можно. Я тоже такое часто делал. Пьешьник и соучник. Значит я про вас думал. Хотел спросить про тесты. Так. Хотел спросить про тесты. Вы обычно я всегда спрашиваю у кого нет выхода в интернет. Не важно с чего. Смартфон или компьютер. Уже несколько лет у всех что-то есть. Если такие находятся, то я говорю хорошо вы будете в компьютерном классе сдавать. Ой нет у нас все есть. найдем дома. То есть они быстро находят. Что еще рассказать. Как там с интернетом в ваших краях? У меня нормально. Там не знаю. В Сочи очень нормально. И 4G а у вас 4G у меня смартфон 4G а он ловит 4G передает. Все значит у них все то же самое. в этих контактах и недавно уже сели. Так что не переживайте найдут. Даже со смартфона все можно. Хорошо. Хорошо. Юрий Николаевич я сейчас не сейчас попозже немножко попробую в банк данных загрузить вопросы потом выгрузить это в тест. Я пока не очень хорошо разобралась в категориях но попробую разобраться и потом мне будет нужна помощь как разбить студентов на группы так чтобы они когда ко мне приходили сюда чтобы сразу вливались в какую-то группу и я могла в оценках их видеть в группе потому что их целый поток и если там еще потом поток то я просто заблужусь Скажу сразу вы каждой группе будете сообщать разные кодовые слова вводя это кодовое слово они автоматически разобьются по группам то есть в кодовом слове я могу в принципе отображать кодовое слово есть например наименование групп да я так всегда и делаю я говорю кодовое слово так как у вас расписание кодовая группа записана будьте любезны водитель никаких оговорок не принимаю все должны выполнить вот это все все говорили что у вас все есть будьте любезны те у кого не работает будут беседовать со мной собеседование лично они не любят лично могу спросить больше чем по тестам поэтому они как миленькие туда идут хорошо нету интернета я вам найду будете лично мне собеседование сдавать и они все находят и все сдают или сразу иду за направление на пересдачу просто молча да оставьте нам не защищено мы согласны мы такие всякие плохие хорошо моя задача сейчас попробовать это загрузить я думаю что по ходу дела разберусь сейчас да вот в тему 8 загрузить первый тест проверить его а потом уже все остальные я думаю в два раза быстрее уже второй потом пойдет по накатанному хорошо нету запись запись потом пришлете да я сохраняю она будет долго сохраняться